Может зеленый шарик? У нас алчай зеленая. Смотри. Зеленый шарик может? Как мило, как классно смотрит. Смотри. Сейчас, у нас алчай зеленая. Мы все по цвету делаем. Мы девочки тайкие. Все делаем по цвету. Или не видно, не очень видно. Может тогда лучше синий. Ну, просто покати их сюда. Всех красавцев. Все достаточно. Всем привет, мои хорошие. Рады приветствовать вас на моем канале. И сегодня мы с вами будем кушать вкуснейшую алчу. Сочную. Вкусную. Нападаем. Не знаю, сладкую или не сладкую. Сладкую. Я ее купила, знаешь, за 8 монат. Вот такая огромная. Но, к сожалению, у нас нету соли. Обычно ее кушают солью. Вода посекла. Очень сочная. У меня мама обожает толчок. А ты? Ты сказал, что ты ешь и жуков, и тараканов. Кроме жуков. Нет, кроме жуков и тараканов все. Мы хотели снять кто больше, но мы потом передумали. Дай-ка. Мы сегодня напилили кучу контента, который я обещала Жали выкладывать постепенно. Но насколько это у меня получится, я даже не знаю. И завтра утром просыпаюсь. Четыре видео подряд от Айки. В ложек то-се. Сегодня суперский день прошел просто. Такой полноценный. Посидели, поболтали. Спортом занялись. Спортом занялись. Ты занялась. У тебя сегодня не было, да, тренировок онлайн? Завтра. Но постоянно тебе пишут, я заметила. Спрашивают что-то. Это очень вкусная лчо. Есть прям кислые, невозможно есть, а это вкусно. Это вкусно, да. С солью было бы вообще зашибись. У нас здесь, к сожалению, нет соли. Мама еще сказала, говорит, возьми еще соль. Я подумала, ну соль точно будет. Сахар есть. Да, можно макать в сахар. Джоли всегда полна энергии. Как Ольга Бузова. Делайте все, что хотите. Кайфуйте, или как это было, она говорила. Нет, она реально, она железная, у меня такое ощущение. Ну да. Но она, у нее раньше фигура была классная. Сейчас она очень сильно похудела. Стресс, возможно. Когда мы познакомились, ты тоже была очень худая. Да, я потом поправилась. Специально. Я не люблю сильно. Худабу. Как сейчас, помню, когда мы с Желей познакомились, ты была в таком черном. В черных брюках. Черный такой пиджак на тебе был. И фигура не так сильна. Белый пиджак. Не черный был. Белый. Белый, ты уверена. Наше самое первое видео. Белый пиджак. Ты волновалась, мне кажется, первый раз. И вообще нам как бы было не о чем говорить. А сейчас уже есть о чем. Сейчас мы не замолкаем. И за кадром там постоянно о том, о сём болтаем. Про жизнь. Войсы по 8 минут. Я обожаю. Как только мама заходит, я выключаю войсы от Желин. Он говорит, о чем вы там секретно болтаете. Он говорит, мне настолько интересно, что происходит. Я говорю, мам, ничего. Ничего интересного. У нас скучная жизнь. Подумаешь. Мне кажется, Айка настолько мой человек. Ну, кроме спорта. С ней я обо всем говорю. Она знает, наверное, обо мне больше, чем люди, которые знают меня там уже несколько лет. Ты тоже знаешь подробности моей личной жизни. Мельчайших подробностей. Поэтому нам нужно дружить всю жизнь. Иначе я могу все твои секреты здесь. Как только поругаемся, будет такое смачное видео. Разоблачение. Ненавижу такие моменты, когда люди перестают общаться и начинают друг друга общивать. Да, мне кажется, лучше всего просто игнор. А, промолчать. Да. Кстати, сегодня обсуждали. Бородину и Самойлова. Тебе кто нравится? Самойлова. Потому что Самойлова, она все эмоции скрывает негативные. А Бородина все это выливает. Мы больше за Самойлову. Я пытаюсь быть похожей на Самойлова, но у меня получается как Бородина. У меня тоже. Выходит все наружу. Мне кажется, это настолько нужно быть умным человеком, чтобы вот держать все в себе. Все эти эмоции подавлять в себе. Это просто... Потому что иногда тебя оскорбляют, например, и доказывают тебе свою точку зрения, но когда люди не правы. Я тут больше всего начинаю злиться, начинаю спорить. Я вообще не конфликтный человек, но когда меня обвиняют в том, чего я не делала, например, я очень сильно начинаю... Я прям взрываюсь. Это обидно вдвойне. Поэтому лучше быть такой, как Самойлова, жить на позитиве для себя, для своих детей. Я, кстати, заметила, 9 мая была, там, не знаю, какая-то война, еще что-то. Она вообще никак не высказывается. 9 мая была, она даже никого не поздравила, то есть Самойлова. Или я не увидела эту историю, ты видела? Я не увидела. Хотя я за ней слежу. Я подписана на нее. Я тоже. Я тоже не видела. Даже какие-то негативные вещи происходят, но она никогда ничего не выставляет. Да, кстати, как-то там ребенка, мать Билла, я тоже выставляла. Но, с одной стороны, может быть, это и правильно, может, не безразличие, может, просто она такой человек. Потому что все мы разные. Но я иногда не могу молчать. Мне хочется высказаться. Вот сегодня ситуация с курьером. Когда конкретно курьер, как бы, как сказать, на грубью, так скажем, да. Жали умеет высказать. Сказать это в правильной форме и не стесняясь этого. Я учусь у тебя. Школа жалей. Мне очень не понравилась его грубость, как он разговаривал. Во-первых, меня раздражает, когда совершенно посторонний для меня человек начинает со мной разговаривать на «ты». Во-первых, кто я тебе, чтобы ты со мной разговаривал на «ты». Тем более, ты мужчина. Ты должен со мной обращаться на «вы». Ко мне обращаться. И если какой-то мужчина мне говорит «ты, иди сюда», он получит по заслугам. Как сегодняшний курьер. Ну, ты что-то слишком кислый. Да, мне нравится. Да? Что-то мне кислый. Поэтому в какой-то момент нужно уметь себя поставить. Вот это, кстати, правильно. И ситуация эта мне показала, что действительно в каких-то моментах я слишком мягкая. Айка на камере, на видео, да, на мукбанках, она более такая, типа, властная. Что она может за себя постоять. В жизни она совершенно не такая. Ну, такой маленький комочек такой скрывается. Такой стесняется кому-то что-то сказать. И тут курьер уже реально начинает грубить. И я вижу, что Айка просто спокойно так глаза отпустила. И я, давай, что ты сказал? А ну, иди сюда. А ну, давай. Поднимись со мной. Поднимись ко мне в зал. Я сейчас тебе там покажу, где раки зимуют. Сегодня, как же лето, стол таскала. Я говорю, подожди, подожди, стоп. Она говорит, я тренер. Такая, отойди. Такая, раз на пальце. Я тут вспомнила. А, ну да, она же тренер. Она не такие тяжести тащит. Я взяла две эти. В общем, у Джоли в Инстаграме увидите видео. Две как полкило, да, там? Полкило. О, какие тяжелые. Я говорю, Айка их беременные у нас берут. Беременные с ними занимаются. И тут я поняла, что Айку надо занять спортом. Да, это правильно. Это не только для похудения или чего-то еще. Это здоровье. Просто подтянуть. Да. Подтянуть где надо. Это, я надеюсь, что я не накачаю себе бицепсы и трицепсы. Нет. У меня девочки по три раза занимаются. Ой, я боюсь стать качком. И говорю, девочки, если даже вы захотите, вы не станете качком. У вас не будут этих огромных мышц. Для того, чтобы нарастить хоть какие-то мышцы, я там мучаюсь годами. Ну, считай, например, если без тренера заниматься неправильно, можно накачать не то? Конечно, можно. Или, например, приседая, можно накачать икры. Неправильно. Нет, приседая икры не накачаешь, но другими движениями накачаешь. Хотя, если там неправильная постановка ног, то можно икры накачать. Особенно, если ты на носочках это делаешь, а не на полную стопу. В общем, на школе была девочка, у нее такие огромные икры были. Я когда-то любила это. Да? Сейчас нет. Такое сок, да, прям. Оттуда сок прям такой. На самом деле, сегодня с 12 дня, наверное, здесь находимся. Мы чего только уже не делали. И фоткались, и переодевались, и снимали. У нас три видео готовых, да? Три. Да, три видео у нас готовых. Еще есть твоя тренировка. Четыре. Которая будет уже ли в инстаграме. Мне просто надо смонтировать. Вот мы всегда говорим, да, за что платят моделям. Ну, на самом деле, в таких моментах ты понимаешь, что есть за что им платить. Это тяжелый труд, когда ты постоянно находишься в этой ситуации. Тебе нужно то снять, здесь сняться, там сняться. Это сложно. Да, я, например, не любитель фотографироваться, но моя работа требует этого. Мне приходится фотаться. Я один раз, как модель была в одном из магазинов одежды, я думала, о, легко. Мне предложили сумму просто пофотографироваться в этой одежде и притащили мне около трехсот нарядов, прикинь. И это все нужно было фотографировать на каблуках. Это было физически очень сложно. И кто думает, блин, модель это так легко. Это физический труд, это почти грузчик. На самом деле, да. Это очень сложно. У нас все под цвет. Смотри, твой телефон тоже. Он тоже в теме. И сзади тут эти лепесточки. Жалко, на фоне моря не смогли снять, потому что в таком случае нужен был ринглайт. Но зато сделали фотографии классные. В ближайшее время будут. Айка зашла, да здесь же настоящая студия. Здесь можно везде пофоткаться. У меня, кстати, вот Шелли, она арендовала один раз студию и фотографировалась. Такие крутые фотографии получили. Там новогодняя студия. Обычно с детьми идут в такие места и фотографируются. Это Мерланечка можно с собой взять. У меня были у Тима фотосессии. Да. Я его часто фоткала, когда он был маленьким. У него много профессиональных фоток. В отличие от его мамы. И что, мама тоже догонит. В общем, как-то так. В этот раз мы кушали алчу свежую, которая только вышла в супермаркеты. Я не ем только суши. Да, а то в комментариях пишут, что жалит только суши кушайте. Но в ближайшее время также будет видео и про суши. Мы помним. На этом все, мои хорошие. Не забывайте подписываться на Жали. Ссылочку я оставлю внизу. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех любим, целуем. Бай-бай.